Всем привет, с вами Русалина, мы на видеоканале, который посвящен лепке из полимерной глины. В данном мастер-классе мы будем создавать колье с крупным цветком орхидеи из полимерной глины. Орхидеи безусловно аристократы цветочного мира, законодательницы мод. Для работы нам понадобится полимерная глина бордового, белого, салатового цвета, жидкая пластика, белая акриловая краска, мол с текстурой лепестка универсального, глина зеленого цвета, инструменты для лепки, паста машины или скалка, лезвие, макетный нож, стеки с шариками, шило. Для сборки понадобятся бусины различных форм и размеров, металлическая фурнитура, замочек, цепь, соединительные кольца, пины. При лепке орхидеи мы будем использовать два оттенка глины, бордовый и белый. Разминаем глину, формируем два квадратика, надрезаем по диагонали и укладываем два цвета в один единый пласт. С помощью паста машины или скалки делаем пласт с плавным переходом цвета. И полученную тонкую ленту укладываем в трость в форме дуги так, чтобы бордовый цвет оказался внутри трости, а белый снаружи. Теперь ужимаем наш трость и раскатываем до диаметра в два сантиметра. Отрезаем от колбаски неровные окончания, а потом три толстых среза одинаковых по толщине. Толщина таких срезов примерно 5-6 миллиметров. Затем отрезаем еще два среза, толщина которых должна составлять примерно 7-8 миллиметров. Пальцами расплющиваем и утончаем каждый из срезов. Трем придаем овальную форму, двум другим круглую. Берем молд универсальный с текстурой прожилок лепестка и каждому лепестку овальным и круглым придаем текстуру прожилок. Обязательно протирайте форму влажными салфетками или присыпайте тальком, чтобы глина не прилипала к поверхности молда. Чтобы лепестки будущей орхидеи имели более натуральный вид, пальцами подогните пластику по краям лепестков. Где-то приподнимите, где-то прищипните. Край лепестков должен быть волнистым и неровным по всему периметру. Собираем цветок. Три овальных лепестка укладываем так, чтобы узкой своей стороной они сходились по центру, а широкие части смотрели противоположные стороны. Стеком-шариком сглаживаем середину цветка. Лепестки круглые укладываются поверх лепестков овальни. Середина цветка снова сглаживается стеком-шариком. Формируем сердцевину орхидеи. Для этого будем использовать полимерную глину салатового и бордового цвета. Укладываем глину по диагонали в единый пласт. И с помощью паста-машины делаем пласт с плавным переходом цвета. Толщина такого пласта не более 1 мм. Теперь макетным ножом вырезаем заготовку под сердцевину в виде матрешки. Берем полимерную глину белого цвета и формируем из нее тонкую полоску. Оборачиваем этой полоской нашу матрешку. Это будет окантовка в сердцевине. Укладываем матрешку на середину левой ладони, берем стек с шариком и вытягиваем края будущей сердцевины. При этом белая окантовка слегка смажется и надежно прилепится к фиолетово-салатовой пластике. Вытягиваем края сердцевины с разным усилием. Тогда и край будет волнистым, а изгибы будут носить произвольный характер. Укладываем сердцевину орхидеи внутрь цветка. Аккуратно иголкой ровняем края, подправляем пластик в тех местах, где это необходимо. Из полимерной глины салатового цвета делаем капельку и со стороны широкой части продавливаем каплю ребром иголки. Это будет колонка по центру сердцевины. Размещаем колонку орхидеи в месте перехода цвета, в самой узкой части сердцевины матрешки. Перед обжигом под круглые широкие лепестки орхидеи нужно подложить сложенную в несколько раз фольгу. Теперь цветок можно поставить в духовой шкаф на обжиг. Помимо крупного цветка орхидеи необходимо создать еще 4 бутона. Берем бело-бордовую трость, уменьшаем ее в диаметре путем сжатия и раскатки. И нарезаем данную трость на тонкие срезы из расчета 3 лепестка на 1 бутон. Каждый лепесток мы утончаем и вытягиваем пальцами. Потом с помощью молда с текстурой прожилок лепестка мы придаем каждому лепестку текстуру, а края лепестка делаем волнистыми. Из полимерной глины бордового цвета формируем капельку. Нанизываем каплю на зубочистку и вокруг, внахлёст друг на друга укладываем по 3 лепестка. Последний лепесток подкладываем под первый и замыкаем бутон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из пласта салатового цвета толщиной в 1 мм вырезаем маленькие удлиненные треугольники. Надрезаем макетным ножом треугольник с двух сторон. Это будущие чашелистники. Таких чашелистиков нужно сделать из расчета 3 штуки на 1 бутон. Берем чашелистик, тянем пальцами за тонкий край, слегка вытягиваем их, при этом надрезы раскроются, и получится рваный край у чашелистников. Присоединяем их к бутону, сглаживаем пальцы швы и стыки, и срезаем излишки пластики, если они образовались. После того, как мы дооформили все бутоны, ставим их в духовку на обжиг. После обжига нам нужно будет сделать с тыльной стороны цветка крепление и дооформить ее, ведь обратная сторона цветка должна быть такой же аккуратной, как и лицевая. Берем пластику зеленого цвета, небольшой кусочек ее и формируем из нее плоскую лепешку. Жидкой пластикой смазываем обильно середину тыльной стороны орхидеи и присоединяем зеленый пластик, вдавливаем в зеленую глину крест-накрест два длинных пина с петельками, и зеленый пластик формируем каплевидную трость. Нарезаем ее и формируем из срезов листочки. Накрываем листочками крепление и с помощью ребра иголки или шила на поверхности каждого такого листика делаем имитацию прожилок и ставим изделие на повторный обжиг в духовой шкаф. После обжига нам с помощью белой акриловой краски и стека с маленьким шариком нужно дооформить сердцевину орхидеи. По краю матрешки стеком проставляем белые точки. Теперь приступаем к сборке. Нам понадобятся бусины фиолетово-бордовых или салатовых оттенков. Берем пины с петельками, продеваем бусину и круглогубцами делаем петельку с обратной стороны. На основание бутонов нужно надеть металлическую шапочку. Сборка простая, присоединяйте в любом порядке. У меня колье асимметрично. Пины с бусинами, подвески металлические, бутоны с шапочками и прочие элементы на свое усмотрение. Внизу колье можно подвесить листья, цепи с мелким звеном, бусины и прочие декоративные элементы. Подключите фантазию и она уже подскажет в каком направлении двигаться и как собирать украшения. Колье с крупным цветком орхидеи и множество мелких деталей готово. Надеюсь этот урок вам понравился и был полезен и информативен, как и многие предыдущие. Подписывайтесь на мой видеоканал, обещаю впереди будет еще много интересного. С вами была Русалина, до новых встреч! Русалина, до новых встреч!